Доброе утро, друзья! С вами хочу вот так вот сегодня поздороваться. Блин, на следующей неделе я смогу туда пойти погулять. Кайф! Ну, я так думаю. Нет, я уверена. Блин, там он на лодке рыбу ловит. У нас рыбу можно до 10 ловить. 200 метров от берега. Вообще, кто бы мог подумать, что нам запретят ходить, гулять, рыбу ловить, в магазины ходить. Это вообще трындец. Вову, что переживаем, а? Будем рассказывать нашим внукам. Вообще. Сейчас уже как-то все воспринимается не так, как вот буквально 3 недели назад, когда была жесть. Ой, сейчас вроде бы как все идет к концу, да? Вот так вот у нас такая погода классная. Я иду на работу, как всегда. На работочку. Ну, какие-то вертолеты, аж два штуки летали. Сегодня красилась. У меня сегодня голубые, голубые эти. Сейчас брови покрашу. А вот. И что хотела сказать, и все. В общем, два вертолета почему-то летают. Что-то хотят вертолеты. Смотрят подвал. Такие облака интересные. Облака. Белокрылые лошадки. Облака. Никого. Никого. Конечно, туристов-то нету. Вот и никого на улице. Меркадону. А рядом с Меркадону у нас есть вот такой магазин. Тоже все для дома. Хочу пледики все-таки посмотреть на кресло мое поменять. Телефон приходится выключать, потому что нужно одевать перчатки и гель. Штурки разные. Индивидуальные. Тут тоже, вот видите, 400 метров отгородили, а там все загородили. Вот где мне надо, там загородили. Блин. А, надо посмотреть матрас. Видите, туда нельзя. Тут приходится шастать. Проблема, знаете, какая сейчас глобальная? Пакеты открыть. Это почти что невозможно. Вот мы здесь все стоим, трясем этими пакетами. Они не открываются. Вот ты хоть обкакайся. Они не открываются. И так, и сяк. И падуть невозможно, потому что ты стоишь в маске. И никак. Все просят работников супермаркета, чтобы открыли пакеты. Вообще трясет. Я уже развернула тут такую трудовую деятельность. Там у меня делается зажарка. Поставила перцы, чтобы они у меня тут варятся. Вот. Уже запихала в духовку баклажаны. А что тут за свинальник такой непонятный? И баклажан. Одну луковицу на салат. И чеснок. И вот разложила в покупки. Что осталось от покупок? Сейчас вам расскажу, чё по чём хоккей с мячом. По ценнику пройдёмся немного. Мороженое. 2,05. Вот такое стоит. Здесь их две штуки. Очень вкусное. Кокосовое. Вкуснее, чем валькампо. Мороженое. 1,65. Это фруктовый лёд. Но он похож на наш сорбет. Помните? Такой в стаканчиках. Прям вот очень вкусный. Муж такой любит. Ему взяла. Так. Лук 250... Ой, чеснок 250 грамм. Рубль 30. Одну уже положила в духовку на салат. Байетта. Сколько? Так, что это? Вот сейчас будем разбираться. Ага, это, наверное, вот это. Вот эту штуку взяла. Не знаю, что это такое. Но это в салат выглядит почему-то очень вкусно. Мне нравится, как оно выглядит. Рубль 75. Масло 2,50. Оливковое. Такое вот. Для жарки, для всего. Мне не нравится оливковое масло. Прямо, которое вот пахнет оливковым маслом. И которое горчит. Поэтому беру такое нейтральное. А, нет. А, нет. Вот это альтромус. Это стоит евро. Три штуки здесь. В евро. Так, а что такое другое? Будем... Хрен поймешь, в общем. О! Куда? Стоять. Стоять. Ладно. Будем по... Порядку. Взяла вот такие вот леди с оливиадолор. У меня есть одни следочки. У меня есть одни тухли, не тухли, не знаю, как их назвать. Потом вам покажу. Они мне большеваты. И вот хочу это туда запихать. Вдруг пригодится. Они стоят 3,20. Рубль 65 стоит пиво. Вот такое. Взяла себе пиво попробовать. Черешня вишневая. В Меркадоне. Не знаю. Черешни нет, представляете. Все. Была, да вся вышла. Не знаю, что случилось с черешней. Так. Макароны. А, макароны. Что за макароны? Вот такие вот макароны. Побаловать себя. Рубль 75 стоит. Вот. К чаю сегодня. Их надо, кстати, тоже в холодильник запихать. Чтобы они мне тут глаза не мозолили. Ну, и они вообще в холодильнике должны быть. Так. Мясо. Сейчас запеку мясо. Я уже его замариновала. В общем, я вам сейчас салат винегрет сделаю. И готовка у меня в одном рассказе и покупке. Значит, горчица. Приправы для мяса. Чуть соевого соуса. Чуть этого меда. В общем, все вот замариновалось. И пока у меня духовка там занята, это все маринуется. Так. А может, это вот это? Нет. Так. Оно у нас стоит, это мясо, 4,88. 24 яйца, 2,60. Вот такие беру. У нас яйца L, M и XL. Я L беру. Ну, чтобы небольшие, немаленькие. Ну, туалетная бумага в машине осталась. 3,82. Хлеб. Здесь вот сейчас хлеб вот так прям фасуют уже. Он из цельнозерновой. Вот такой интеграл называется. По 19 копеек один. Смотрите. А это у меня уже тоже хлеб. Подруга дала мне рецепт. Ну, посоветовала рецепт хлеба. И вот он у меня там стоит. Смотрите, какой. Будем сегодня выпекать. Если хорошо получится, то я потом с вами поделюсь рецептом. Я сразу не делюсь рецептами. Я сначала их пробую, чтобы вот они стоили ваше внимание. Угу. Так, что дальше? Это Чарли. Вот такая вкусняшка для зубов. Ну, типа для зубов, но это фиганин. Вкусняшка, в общем, ему. 1,98 евро стоит. Чок. Что такое? Так, ладно. Красная свекла для салата. Она у нас 75 копеек стоит. Вот эта вот, она знаете, на что похожа? Она же тушенка с макаронами. Очень вкусно. Но здесь ее намазывают на хлеб. Но для меня это будет тушенка. Оно у нас стоит евро 70. Видите? Я пробовала уже вкусное. Майонез маленький вот такой взяла, 80 копеек. Альмендра, чоколад и невро. Вот сейчас будем смотреть. Альмендра, чоколад и невро. Оно рубль 75, по-моему, стоит. Вот это вот. Это в шоколаде, черном шоколаде. Миндаль. Семечки. Евро стоит. Вот я что помню. Семечки. Евро стоит. Трубочки взяла для смузи и все такого. Тоже, по-моему, евро. Там что-то названия какие-то. Альтромунсость. Что-то не поймешь ничего. Ипос. Агласаль. Евро. Что еще? Помидоры, помидоры, помидоры. Евро 50. Дрекущие помидоры. Евро 59 килограмм. И вот евро 79 килограмм стоит 4 баклажанчика. А, вот это вот. Взяла вот такие вот. Ну, тоже где-то около евро не стоит. Тряпки. Ну, в общем, все. Тоже намолола этот. Помидор сейчас туда добавлю в обжарочку. Обжарочка пойдет в перчики. Да. Вот, сейчас это почти уже все разложила. Включу машинку. Что же это такое такое? Прям выглядит вкусно, правда? Там три штуки. Надо попробовать одну. Ничем не пахнет вообще. Я думала, может, в уксусе каком или что. Как будто недоваренная кукуруза. Соленая. Может, это доваривать как надо, а? Кто знает, что это такое? А может, дожаривать. Не знаю. Вы такое пробовали? Вот такие туфли. Слушайте, прям ничего. Нормально. А то прям они с меня слетали. А это можно ходить нормально. Ну, какая я умная. Они прикольные. Кожаные. И вот лежат у меня. А сейчас, смотрите. Все зашибись, чики-пики. Вот такие перчики получились. Да со сметанкой. Всем приятного аппетита. Принесла. Как их называть-то, Господи? Пересадить. Сейчас пересажу. У меня вот тут земля нормальная. Я ее иногда поливаю, чтобы она не пересыхала. Знаете? Такая вот и закрываю. Так будет получше. А то что-то там цветок уже чуть-чуть завял. В общем, надо пересадить. Ну все. Вот так освежила здесь подушек. Сейчас вниз отнесу. Отнесу, потому что здесь вообще сгорит все. Такая жарища. Вот эти ящики надо выбросить. А вот этот, видите, там еще есть. Я сейчас опять полила. И опять закрыла. Чтобы все там не пересыхало. Потому что когда земля пересохнет, потом ее поливаешь, а она прям не впитывает в себя влагу. И просто вот получается не очень хорошо. Так что вот так. Мясо готовила в рукаве. Там очень много сока. Я сейчас его перелью. И может быть сделаю из него соус к мясу. Вот так. Вот так. Вот так. Смотрите, какое мясо получилось классное. Это, вы знаете, где бабуженины вместо колбасы. Я что-то подумала, думаю, колбаски какую-нибудь купить или еще что-то. Потом думаю, нафиг колбаски, лучше куплю кусок мяса и в духовку запихаю, и пусть будет, что будет. Уж точно вкуснее колбасы и полезнее. Сейчас посмотрим, что там внутри. Горячий собак. Ммм, вкус меда, очень вкусно. Вот тебе и колбаса. Ммм, обалденная. На бутерброды утром. Ням-ням. Это овощи, сейчас их почищу и сделаю салат из овощей запеченных. Карантин детям нельзя, кто сказал. Ложь, все. Вот они бегают. Все бегают. Никто ничего не запрещал. Но это, наверное, так дети думают. Потому что на самом деле дети уже должны сидеть дома. Ой, вот так вот. Ну да ладно. Главное, что уже все налаживается. 23 градуса, но на самом деле намного больше. Ужинаю и сажусь монтировать. О, что тут у меня понаткрывалось. Столько всего. Вот. Так что буду с вами прощаться до завтра. Завтра у нас кое-какие планы есть с подругой. Так что, кто не подписан, не забывайте подписываться. Нажимайте колокольчик. Трик-трик-трик-трик-трик. Чтобы приходили оповещания. И жду от вас комментарии интересные. Чем занимаетесь, началось ли лето. Тепло, холодно, работайте. В общем, всего самого лучшего. Всем пока-пока.